Лорзаболевания – это далеко не всегда обычный насморк. Нередко они могут потребовать вмешательства хирурга. Геморрит, искривление, носовой перегородки, травма носа, новообразование лорорганов. Сегодня мы поговорим о том, насколько эффективно консервативное лечение, а когда необходимо уже хирургическое вмешательство и каковы его последствия. У нас в гостях заведующий лор-отделением 1-го клинического медицинского центра Николай Кутявин. Николай Александрович, добрый вечер. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 324322, код города 4922. Звоните, пообщаемся. Николай Александрович, давайте начнем с главного. Какие заболевания лорорганов могут потребовать вмешательства хирурга? Скажем так, что все заболевания в любом случае надо сначала лечить консервативно. Если не помогает консервативное лечение, конечно, надо прибегать к хирургическому лечению. Поэтому можно сказать, что заболевания и уха, и горла, и носа при отсутствии клинического эффекта консервативного лечения должны лечиться хирургическим путем. А как вот становится понятно, что все уже, консервативным лечением дальше лечить бессмысленно. Надо прибегать к хирургическому вмешательству. А может быть стоит все-таки еще какое-то время обычным лечением обойтись? Обычно такие пациенты приходят, у них уже ранее пройден курс какого-то консервативного лечения местными препаратами, системными препаратами. И в такой ситуации, конечно, надо однозначно взвешивать за и против, насчет операции, конечно, хирургической. Но если у человека каждый раз после проведенного курса консервативного лечения в ближайшие сроки возникает рецидив данного заболевания, либо это заболевание агрессивное, либо оно, допустим, беспокоит пациента несколько раз в год, или как вариант, потенциально может, допустим, это заболевание стать злокачественным, то есть привести к какому-то онкологическому заболеванию, такие, конечно, проблемы нужно решать хирургическим путем. Ну, решает всегда пациент, правильно я понимаю? Здесь должен быть тандем пациент-доктор, потому что без, скажем, желания пациента доктор тоже не имеет права ничего сделать, ну и, соответственно, доктор должен объяснить пациенту, взвесить все за и против, объяснить все риски, а риски имеются всегда данного метода, избранного метода лечения. Мы подготовили небольшую справку о лоропатологии, давайте посмотрим. Из общего количества обращений детей к оториноларингологу половину составляет патология глотки и носоглотки. 30% пациентов приходят с заболеваниями среднего уха, 20% страдают заболеваниями придаточных полостей носа. Детская лоропатология занимает пятое место в общей структуре заболеваемости. Осложнения, возникающие после недостаточно пролеченных лорорганов, в будущем могут привести к тяжелой хронической патологии. Аденоиды Продолжим. Аденоиды – частая болезнь детского возраста, но некоторые люди страдают и разрастанием аденоидов, и в зрелом возрасте. Кстати, почему так бывает? Да, классический вариант – это аденоиды у детей. Это самая распространенная, наверное, патология, самая распространенная патология у детей, которую решают очень часто хирургическим путем. К сожалению, не всегда аденоиды, эта проблема аденоидов уходит в взрослом состоянии. В идеале, то есть при идеальных сложившихся условиях, аденоидные вегетации, то есть разрастание носоглотки, разрастание глоточной миндальной, должны исчезать у взрослого человека в возрасте 14, 16, 17 лет. То есть в взрослом состоянии взрослый человек не должен страдать данной патологией. Естественно, с развитием современных методов обследования часто выявляются во взрослом состоянии детские проблемы, которые на самом деле не исчезли, которые беспокоят этого пациента. К сожалению, раньше не было, допустим, таких методов исследования, как эндоскопия носоглотки, не было возможности провести компьютерный томограф, магниторезонансный томограф человека. И, соответственно, человек вышел из детской поликлиники, условно здоровый, никто дальше им не занимался. Да, часто бывает сейчас на осмотре выявляются вот такие детские проблемы. С чем это связано? Это может быть связано с аллергическим фоном. Например, у этого человека однозначно будет шанс рецидивов вот этих аденоидов, либо, как вариант, остаточное явление аденоидита в взрослом состоянии. Это может быть связано с индивидуальными особенностями человека, иммунной системы человека. И во взрослом состоянии также у него проявляется симптоматика вот этих детских болезней. Но благодаря тому, что сейчас есть возможность произвести качественный осмотр, то являются эти детские патологии, и мы можем помочь пациенту. Расскажите, а насколько эффективно в данном случае консервативное лечение? Оно эффективно, сразу скажу, оно эффективно. И далеко не всегда надо прибегать к хирургическому лечению. Есть определенные протоколы лечения данного состояния. Есть препараты, которые рекомендуются клиническими рекомендациями. И если пациент принимает данное лечение, то есть, соответственно, принимает полный курс регулярно, и у него имеется хороший клинический эффект, то есть, по прошествии данного лечения человек чувствует себя здоровым, ну, прибегать к хирургии здесь не требуется. Ну, другая ситуация, если на фоне даже консервативного лечения, опять идет обострение состояния, конечно, в такой ситуации нужно предложить пациенту хирургию. Как вот наступает та граница, когда становится понятно, что наступило время хирургического вмешательства? Частые рецидивы. И если реально страдает качество жизни пациента, даже на фоне консервативного лечения. Все ситуации, когда пациент страдает сильным качеством жизни, а вот в частности по аденоидам качества жизни, это может быть, то есть, дефекты качества жизни, это может быть подтекание слизи по задней стенке глотки, храп, какая-то нехватка воздуха, недостаточное дыхание свободное. В такой ситуации пациент должен быть обследован и при выявлении данной патологии направлено на хирургическое лечение. А есть какие-то последствия хирургического вмешательства? Любая операция, даже самая маленькая, она, естественно, несет определенный риск. То есть, это будет несколько неправильно говорить, что операции не имеют никакого риска. Однозначно, она имеет определенный риск, но надо взвешивать здесь риск и пользу данного вмешательства. Ну, к счастью, какие-то осложнения минимальны, то есть, чистота их встречается достаточно редко. Поэтому, если есть абсолютные показания для оперативного лечения, надо прибегать к хирургическому вмешательству. Не менее распространенная проблема у детей – это увеличение гланд. Постоянная болезнь ротоглотки, такое серьезное заболевание, например, как ангина, трудности с речью. Может, не стоит мучиться, а взять и удалить гланды пораньше, чтобы всего этого букета избежать. Вот ваше профессиональное мнение. Мое профессиональное мнение заключается в том, что лишних органов не бывает. Необходимо сначала обследовать ребенка. Если действительно патология, то есть, большие миндалины и даже большие аденоиды – это не всегда является патологией. Бывает, у ребенка увеличены и глотчные миндалины, и увеличены небные миндалины, но его ничего не беспокоит. Приходит педиатр, и педиатр говорит, ой, у вас какие большие миндалины, вам надо удалять. Но ребенок абсолютно не болеет, дышит хорошо, развивается в соответствии с возрастом. У стоматолога тоже нет проблем в виде неправильного прикуса. И в такой ситуации какая речь может идти о удалении миндалины? Конечно, ребенок абсолютно здоровый, и пускай увеличенные миндалины, но в данной ситуации этот вариант нормы. Либо другая ситуация. Ребенок на фоне увеличенных миндалин храпит. У него начинаются рецидивы танзелитов, атиты появляются. Ребенок вялый, плохо развивается, какая-то появляется неуспеваемость в учебе. Но в такой ситуации, да, надо однозначно обследовать. И высокая вероятность того, что придется прибегать к хирургическому лечению. Какие-то показания специальные есть к хирургическому вмешательству в данном случае? Ну, вообще есть показания для вмешательства на лимфоглоточном кольце, куда относятся и небные миндалины, и глоточные миндалины. То есть абсолютными показаниями является стойкое затруднение носового дыхания, которое не проходит на фоне консервативного лечения. Это раз. Два. Это наличие, присутствие апноэ сна, то есть остановок дыхания во время сна. Это второй момент. Это серьезно. Да, это серьезно. Это приводит к гипоксии. То есть это проблема, которая влияет и на питание головного мозга, и на сердечно-суистую систему. Также показаниями являются частые ангины у ребенка, то есть более 4-5 раз в год. И тензиллиты, ангины с развитием осложнений. Обычно осложнение бывает суставы, сердце, почки поражаются, вследствие вот таких вот аутоиммунных процессов, которые запускает данная проблема. Также абсолютными показаниями, в частности удаление аденоидов, часто сопряженные с проблемами с медальными, это рецидивирующие атиты средние, эксцелутативные, гнойные, негнойные средние атиты, тоже по несколько раз в год. Еще один серьезный диагноз – это гейморит. А если эта болезнь приобретает хронический характер, то проблем с дыханием нам не избежать, как правило. Среди людей бытует мнение, что прибегать к хирургическому вмешательству можно только в самую последнюю очередь, что именно она открывает ворота всем остальным инфекциям. Вот так ли это? Ну, ситуация с гейморитами, естественно, в данной проблеме пациент должен быть обследован полностью. И, как показывает практика, половина случаев направления пациентов с гейморитами от терапевтов, допустим, клорового врача, на самом деле гейморитами не является это либо какой-нибудь аллергический ренит, либо там своя анатомическая особенность, либо какая-то невралгия, которая маскируется под маску гейморита. Такой пациент должен быть обследован. Сейчас вообще золотым стандартом обследования при гейморитах считается компьютерный томограф пазух носа, эндоскопия носа и носоглотки. Если данное исследование проведено, то уже можно по результатам обследования сказать, есть ли необходимость прибегать к хирургическому лечению. Или, в принципе, со стороны анатомии у человека все хорошо, у пациента все хорошо, и как хирург здесь я ничем не помогу, соответственно, надо либо отправить на дообследование другим специалистам, либо назначить адекватное консервативное лечение. Вообще, как бы, часто такое мнение, что гланды, что аденоиды, при их удалении якобы снимается определенная естественная блокада вирусов, и эти вирусы просто попадают в органитм несколько глубже. Это не совсем так. Поскольку бывает, скажем, период компенсации, когда те же самые нёбные миндалины, они играют активную иммунную функцию, то есть они удерживают, условно говоря, вот эту вирусную бактериальную нагрузку, не давая агентам вирусно-бактериальным опускаться ниже, получается, ниже лежащие отделы дыхательных путей. Но определенный момент, если действительно проблемы существуют, наступает период декомпенсации, когда сами, допустим, нёбные миндалины, либо самоглоточные миндалины, уже являются очагом и расходником инфекции, и в такой ситуации, если не помогает консервативное лечение, тоже возможен вариант операции. То есть ждать, что что-то изменится в лучшую сторону, это вряд ли. Ну а вот те же вирусы, они при удалении тех же глант, они ниже всё-таки проникают по глотке, или кто-то другой их теперь останавливает? На самом деле, то есть мы видим вот эти нёбные миндалины, мы видим аденоиды, но кроме этого есть участки лимфоидной ткани, которые даже не видны невооружённым глазом, они разбросаны во все ротоглотки, и, в частности, они могут брать на себя в дальнейшем иммунно-защитную функцию, то есть компенсаторную, при удалённых миндальных и аденоидах. Ещё одна частая проблема – это искривление носовой перегородки. Из-за этого возникают хронические рениты, ну и разные другие проблемы с дыханием. Очень немногие решаются на операцию по исправлению этого дефекта. Мне вот интересно ваше мнение, нужно ли это терпеть, или нет? Ну, начать с того, что искривление перегородки носа – это распространённая проблема, она может быть как врождённой, как вариант строения, так и приобретённая вследствие каких-либо травм в течение жизни. Естественно, искривление перегородки носа может быть клинически значимое, то есть такого пациента будет беспокоить, может быть клинически незначимое. То есть оно может быть достаточно грубое искривление, но пациент… То есть, опять же, как здесь определенные градации. Да, опять-таки пациент, то есть, визуально доктор может увидеть такую картину, что да, надо оперировать, но пациента ничего не беспокоит. У него не возникает ни явления ринита, не возникает каких-то синуситов, то есть, гайморитов. В такой ситуации, конечно, оперировать не имеет смысла. Тот самый тандем врача и пациента, о чем вы говорили ранее, что решение должны принимать ОВР. Вместе, конечно. То есть, а бывает ситуация, вроде бы искривления не сильно выражены, но, тем не менее, такая картинка складывается, то, что и жалобы пациента, и какие-то осложнения, допустим, просто затяжные вирусные инфекции с развитием гайморитов на фоне вот этого искривления. Естественно, в такой ситуации придется оперировать пациента. А насколько велик риск неблагоприятного исхода при таких операциях? В общем, мировая практика вообще все-таки примерно высчитала этот риск. Скажем, от 2 до 5%. В общем, она стоит того, если проблема большая? Если проблема большая, если пациент страдает, страдает качество жизни, потенциально есть вероятность развития осложнений, конечно, стоит. Продолжим тему. Нередко травма носа в детском возрасте влечет за собой проблему уже вздыхания во взрослом, так сказать, существовании человека. Ваше мнение, нужно к хирургу идти сразу после травмы или ждать надежды, что он, может быть, само заживет? Ну, если ребенок маленький именно в плане хирургии, если маленький, это имеется в виду грудного возраста, в плане хирургического вмешательства здесь однозначно нет, лор-хирург здесь вряд ли чем поможет. Здесь обязательно нужно наблюдение быть и смотреть дальнейшем. Такой ребенок требует наблюдения, то есть в течение его детства, роста данного маленького пациента. Если да, в течение возраста у него происходят определенные последствия этой травмы, то есть, допустим, то же самое искривление перегородки носа. Да, такой пациент, опять-таки, в зависимости от ситуации требует консультации лор-хирурга. Но однозначно надо сказать, что в раннем возрасте, то есть в младшем возрасте, не рекомендуется вообще прибегать без острой необходимости к каким-то хирургическим вмешательствам на носу. В частности, к тому же, той же операции по поводу искривления перегородки носа, поскольку у девочек, мальчиков, скажем, изменения возрастные лицевого скелета, они происходят немножко по-разному. То есть, и, скажем, возраст окончательных изменений тоже несколько отличается. Ну, в среднем, в среднем, где-то к 19-20 годам можно уже такого пациента оперировать. Но до этого, если нет абсолютных показаний, каких-то там грубых нарушений, затруднений на своем дыхании, либо развития каких-то гайморитов, хирургическим путем не стоит оперировать. А какого рода травмы вообще требует немедленного вмешательства со стороны хирурга? Любые травмы, которые являются жизненно угрожающими, сопровождающиеся носовым кровотечением, сопровождающиеся, допустим, гематомой перегородки носа и потенциальным риском развития гнойных сложений. В такой ситуации надо прибегать. Ну, это такая ургентная терапия, ургентная помощь, то есть, это экстренная помощь. Это, скажем, приоритет, наверное, экстренной службы, да, такой плановый лор-хирург в такой ситуации должен держать, как говорится, очень, скажем, выбирать очень аккуратную тактику, чтобы не навредить. А у вас на практике какие случаи чаще всего травм к вам попадают? Ну, к счастью, попадают чаще всего взрослые пациенты, маленькие детки бывали, они, ну, чаще всего маленькие детки, это грудного возраста, падение с кровати, допустим, когда спят рядом с родителями. Но, к счастью, все обходилось минимальными какими-то повреждениями, не прибегал к каким-то хирургическим вмешательствам. А в взрослом состоянии, да, это частые переломы носа, бытовые травмы, криминальные травмы, либо спортивные травмы. Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие из нас – храп по ночам. Собственно, это даже не проблема иногда самого человека, но и у окружающих было много. Расскажите, от чего возникает храп? Да, вот как вы правильно заметили, то, что самого этого пациента это может и не беспокоить. Чаще всего беспокоят его домочадцев, супругу, подругу. Ну, то есть, на самом деле, что такое храп? Храп – это, по сути, звук, который возникает за счет такого резонаторного подвижности, резонаторный мягкого неба, боковых стенок глотки. Соответственно, храпеть пациент может любой, человек может любой, даже здоровый, при определенных обстоятельствах. Допустим, острая какая-нибудь вирусная инфекция, сопряженная с развитием острого насморка, отека в носу, носоглотке, взрослый, здоровый человек может похрапеть. Это нормально. Но если храп продолжается длительное время и даже на фоне здоровья и благополучия, то, конечно, стоит на это обратить внимание. Но основная причина… На самом деле, храп вообще – это многофакторный такой механизм. То есть, много бывают нейрогенные причины, бывают причины анатомии, которые скрываются в анатомии человека. Как правило, чаще всего к нам приходят пациенты, у которых есть проблемы с лишним весом, во-первых. Во-вторых, с определенными анатомическими изменениями глотки и носоглотки. То есть, либо провисание мягкого нёба, либо огромными увеличенными нёбными миндалинами, либо те же самые аденоиды могут провоцировать храп. Ну, так, в принципе, то же самое искривление перегородки носа тоже может провоцировать храп. Это интересно. Предлагаю послушать мнение вашего коллеги о храпах и возможных последствиях. Храп опасен для человека. Храп – это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время. Он перекрыт, а следствием является то, что не вентилируется головной мозг, вернее, минимально вентилируется. Возникают остановки дыхания, в том числе и длительные, и это может приводить к инфарктам и инсультам. Николай Александрович, согласен с коллегой? Да, согласен, абсолютно. Естественно, храп, на первый взгляд, безобиден. Но на самом деле, если это тяжёлая степень храпа, это часто сопровождается остановками дыхания во время сна. То есть, это развитие апноэ, так называемого. Это, безусловно, влияет и на сердечно-судечную систему, и на головной мозг. Такие пациенты чаще подвержены заболеваниям сердечно-судистой системы, таким как инфарктом, допустим, развитие гипертонической болезни. Ну и таки есть моменты, допустим, такой человек, храпун с остановками дыхания во время храпа, он не получает должным образом все фазы сна. То есть, у него не возникает фаза глубокого сна, он не высыпается со всеми выходящими из этого последствиями. Можно ли и, главное, нужно ли решать эту проблему с помощью хирургического удержания? Я уже сказал, что это многофакторная вообще причина. Такой пациент обязательно должен быть обследован, обязательно должно проводиться компьютерная томография, возможно, магнитно-резонансная томография пазух носа, эндоскопические исследования. И обязательно, как минимум, должен проводиться кардиореспираторный мониторинг, то есть, это подключение датчиков. И, скажем, с этими датчиками пациент спит, и уже можно посмотреть на выходе, действительно были остановки дыхания во время сна человека, и действительно ли были нарушения со стороны, допустим, сердечного ритма и повышения давления у пациента. А насколько эффективны, консервативны методы, например, знаменитая стреллинговская гимнастика? Методы имеют определённую положительную динамику при применении. Но это не отменяет, конечно, хирургическое вмешательство. Но поскольку храп – многофакторная вещь, то есть, если у пациента, допустим, всё идеально со стороны анатомии носа, и у него нет лишнего веса, например, а он продолжает храпеть, в данной ситуации, конечно, хирург не поможет. И вот в такой ситуации можно прибегать и к дыхательной гимнастике, она будет эффективна, и возможно применение так называемой СИПАП-терапии. То есть, после всех необходимых обследований, если подтверждается нарушение сна по типу апноэсна, есть возможность провести лечение с помощью СИПАПа. СИПАП представляет себя, по сути, компрессор, аппарат, с которым пациент спит, и во время остановок дыхания, во время сна, этот аппарат не даёт дыхание остановиться, то есть, он продыхивает за пациента. Как интересно, а это только в больнице? СИПАПы есть бытовые. Есть бытовые, да. В таких ситуациях, когда есть необходимость, пациент может приобрести СИПАП и может спокойно пользоваться им. И он должен им пользоваться, дабы не допустить развития таких осложнений. Давайте немного поговорим про новообразование органов. Ну, во-первых, какие они бывают, и как ставится диагноз? Ну, все новообразования можно условно поделить. На доброкачественное, на злокачественное образование. Злокачественное образование – это такой пререгатив больше онкологов. Мы чаще всего, к счастью, сталкиваемся с доброкачественными образованиями. Они могут быть хоть где, то есть, везде, скажем, во всех органах могут быть образования. То есть, чаще всего, на самом деле, в идеале, у пациента ничего не беспокоит. Эти образования выявляются на каком-то текущем плановом осмотре. И в такой ситуации любые образования должны быть дообследованы. И в идеале, опять-таки, надо объяснить пациенту, скажем, что за это образование, потенциальная опасность образования. И, допустим, некоторое образование требует абсолютно всегда гистологической верификации, то есть, установки гистологического диагноза. То есть, надо брать это образование, удалять хирургическим путем, отправлять на исследование в лабораторию, дабы подтвердить или опровергнуть, допустим, наличие какого-то злокачественного роста. А вот интересно, как проводится обследование, и кто же в итоге тогда занимается лечением пациента? Ну, если лор-врач сам находит образование без каких-либо жалоб со стороны пациента, он, во-первых, должен объяснить данную ситуацию пациента, направить его на компьютерный или магнитный резонансный томограф, провести эндоскопическое исследование, и, используя данное исследование, то есть, пригласить пациента на повторный осмотр и уже, скажем, решать, действительно ли это образование требует гистологического исследования, допустим, или это всё-таки подозрение на злокачественное образование требует направления к онкологу, либо это какое-то безобидное образование, которое, тем более, допустим, если ранее у пациента были какие-то обследования по поводу этого образования, в течение нескольких лет оно не меняется, оставить это образование в покое и просто наблюдать данного пациента. И, конечно, заниматься должен, здесь заниматься должны специалисты, опять-таки, комплексно, и лор-врач, и терапевт, потому что лор-врач – это всё-таки узкий специалист, и проще и чаще пациент всё-таки попадёт к терапевту. Терапевт может элементарно посмотреть в горло тоже и увидеть это образование, и понаблюдать там год-два, если оно не имеет какой-то отрицательной динамики, но нет необходимости отправлять повторно к лор-врачу. Знаете, сегодня вот за нашу беседу всё время звучит фраза «обследование, обследование, обследование». Вот мы по широкому спектру проблем с вами пробежались, вот медицинский центр ваш, который вы представляете, он полный спектр услуг данного? Да, у нас очень хорошая, такая сильная база в плане диагностики. У нас есть и компьютерный томограф, и магнитно-резонансный томограф, у нас есть возможность провести данные исследования с контрастированием, у нас есть возможность провести эндоскопию, фиброларингоскопию. И я, как лор-врач, могу утверждать то, что качество оснащения нашего центра на высоте, то есть на уровне хороших федеральных центров. Вы знаете, я вот ещё хотел поинтересоваться, чем весьма распространённая причина, к несчастью, для обращения к лор-хирургу, это падание в носовые ходы или даже в пазухи народных тел, ну, чаще с детьми это, естественно, происходит. Вот расскажите о решении данной проблемы. Всегда одна? Ну, это всегда экстренная ситуация, да, то есть если ребёнок засунул в нос, ну, чаще всего это какие-то бытовые предметы, там, предмет типа бусинки, либо элемент игрушки, в такой ситуации однозначно надо в ближайшее время обратиться к лор-врачу и извлекать данное инородное тело. У вас на практике частенько такое? Да, это частенько бывает, то есть детки очень часто, родители, ну, скажем, не увидели, не увидели, что у ребёнка в руках и получили то, что ребёнок помещает это нервное тело в носовые ходы, в ухо, ну, чаще всего всё заканчивается благополучно. Вытаскиваете. Удалением, слава богу, не было на практике, что что-то, как говорится, заканчивалось неблагоприятно. Николай Александрович, у нас время передачи подходит к концу, в завершение я бы хотел поинтересоваться у вас, вот как бы тезисно ещё раз, расскажите, какие услуги предлагает ваш центр по лечению лор-заболеваний? Наш центр предлагает полный спектр диагностического обследования, проведение эндоскопии, проведение фиброларингоскопии, проведение компьютерной томографа, магнитно-резонансной компьютерной диагностики. При необходимости мы можем пригласить пациента на хирургическое вмешательство, мы проводим хирургическое вмешательство на всех органах, спектр операций очень большой, и мы оперируем, как не будет банально это звучать, и ухо, и горло, и нос, включая высокотехнологичные методы медицинских вмешательств. Благодарю, спасибо за интересную беседу. Наша программа подошла к концу, завтра в прямом эфире обсудим тему патриотического воспитания школьников. Я же с вами прощаюсь, до новых встреч в эфире.